Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Дракула. История любви. Сезон 1 серия 10. Ветка с Владом. Жертва. Ноэ уехал. Он больше не появится в нашем замке. Уехал? Сейчас? Среди ночи? Да. Влад продолжал идти по коридору быстрыми размашистыми шагами. Я едва поспевала следом. Но неужели нельзя было подождать до утра? Такая сильная гроза, темно и горные дороги. Это ведь опасно? Поверь, ему ничего не угрожает. Несколько секунд я просто шла за ним, пытаясь обдумать эти слова. И вдруг почувствовала, как во мне поднимается волна гнева, почти ярости. Ускорив шаг почти до бега, я обошла Влада и остановилась перед ним, преграждая путь. Поверить? С какой стати я должна тебе верить? Все время недоговариваешь, таишь, сам себе противоречишь. Заставил меня приехать в замок, потом выгнал. Говорил, что дорожишь картинами, но даже не смотришь на них. Поселил здесь своего якобы друга, а теперь выставил его в ночь в дождь. Тверди, что замок безопасен, но однажды я проснулась в нем связанной. А сегодня очутилась в подземелье, где какая-то чертовщина не давала мне выбраться. Можешь мне хоть что-нибудь объяснить из того, что здесь творится? Махнув порыве рукой, я выронила книгу. Хотела наклониться за ней, но резкое головокружение заставило меня остановиться. А? Влад поднял книгу, а я отошла к стене и сжала пальцами виски, пытаясь унять болезненную пульсацию в них. Волна моего гнева схлынула так же внезапно, как накатила, оставив после себя лишь усталость. Я хотела бы верить тебе, Влад, но разве я могу? Лая. Его голос прозвучал почти у моего уха. Я обернулась и оказалась с ним лицом к лицу. Он так близко, выслушал его. Влад поймал мои глаза и, настойчиво глядя в них, заговорил, тихо, ровно, будто успокаивая разбушевавшегося ребенка. Этому замку больше пяти веков, Лая. Он кажется глухим и неприступным, бесчувственной каменной махиной. Но так было не всегда. Когда-то его стены были полны жизни. А потом жизнь погасла, и он совсем окаменел на очень долгое время. Знаю, он пугает тебя. И не зря в его недрах множество темных комнат, в которые лучше не заглядывать. Его голос стал более низким, будто натреснутым. Но твое появление пробудило его. Лучом света озарило вековую тьму. Он ни за что не причинит тебе вреда. А если куда-то не пускает, лишь потому что хочет уберечь. В том числе от самого себя. Влад замолчал, но его слова все еще звучали эхом в моей голове. Мне кажется, или он говорил вовсе не о замке. Пойдем. Очень поздно. Тебе нужно отдохнуть. Мы пришли к моей комнате. Остановившись на пороге, Влад протянул мне книгу. Спокойной ночи. Я взялась за ее край, стараясь не смотреть ему в глаза. Но мой отведенный взгляд тут же, как магнитом, притянуло к его рукам. Одно короткое мгновение мы оба держались за обложку. Он с одной стороны, я с другой. Его бледные длинные пальцы были в нескольких сантиметрах от моих. И вдруг показалось, что от них через бумагу мне передался импульс. Безмолвное послание, обжигающее какой-то отчаянной страстью. По моему телу прокатилась ответная волна, заставляя вздрогнуть и все-таки поднять на него глаза. Я поспешила забрать энциклопедию и бросила ее на стул у двери. А Влад еще секунду молча постоял на пороге. Потом ушел. Меня одолела тяжелая сонливость. Едва голова коснулась подушки, я провалилась в сон. Когда я проснулась на следующий день, время уже близилось к полудню. Как долго я спала! Дождя больше не было, но небо за окном выглядело таким хмурым, что вполне могло сойти за вечернее. В дверь осторожно постучали. Это был Валентин. Добрый день, мисс! Кушать готов! Сегодня алиловая гостиная на улице Мокро. Да, спасибо, Валентин. Скоро приду. Он ушел, а я умылась и оделась. Уже собралась выйти из комнаты, но мой взгляд упал на стул и энциклопедию карпатской нечисти. Воспоминания вчерашней ночи в подземелье неприятной вспышкой озарили сознание. Почему-то захотелось поскорее ее отдать. Возьму с собой, верну Милли за завтраком. Прихватив книгу, я вышла в холл и направилась в гостиной. Я невольно вздрогнула, услышав знакомые стоны и стуки. Те самые. Опять. Откуда они идут на этот раз? Совсем с другой стороны. Я обошла кругом одну из колонн. Казалось, звуки доносились из глубины и манили за собой. Так, стоп. Совсем не хочу повторять вчерашний квест. Нужно идти в гостиную. Но я почему-то медлила. Постучала по колонне, приложила ухо. Доброе утро. Ищешь клад? Я отпрянула от колонны и неуверенно сказала. Там звуки. Звуки? Лео подошел и прислушался. Ничего не слышу. Теперь уже и я ничего не слышала. Перед нами были лишь безмолвные камни. Я уже собралась рассказать ему, как ночью забрела в подвал, но тут же остановилась. Внезапно во мне поднялось странное, резкое чувство недоверия. Словно что-то сбилось в настройках ума, я увидела Лео в кривом зеркале. Его лицо, жест и голос. Все вдруг показалось подозрительным и фальшивым. Что за книжка? Можно посмотреть? Он протянул руку к энциклопедии и взял ее из моих рук. Оу, карпатская нечисть. Это то, что Милли у тебя забыла? И вдруг все снова резко изменилось. Помехи исчезли, картинка встала на место. Передо мной был тот же Лео, что и всегда. Открытый, переведливый. Все-таки Лео хороший друг. Да, я не все о нем знаю, но видно ведь, какой это человек. Думаю, он желает мне только добра. Когда мы с Лео пришли в лиловую гостиную, Сандра и Милли уже сидели за столом. Влад стоял чуть в стороне, задумчиво наблюдая, как Валентин подает еду. Добрый день. Привет. Привет. Вы видели эту погоду? Сестра оглядела приборы. А почему стол накрыли на пятерых? Как же Ноэ? Влад ответил так же невозмутимо, как вчера мне. Ноэ уехал. У него дела. А когда вернется? Думаю, он не вернется. Милли растерянно захлопала ресницами и поджала губы, но больше ничего не спросила. Мы с Лео сели с ним. Влад тоже подошел к столу и занял стул рядом со мной. Теперь краешком глаз я могла видеть его утонченный бледный профиль, изящные пальцы, лежащие на ножке бокала. Наше с ним близкое соседство волновало меня, не давая сосредоточиться на еде. Но я изо всех сил старалась не подавать вида. Милли вдруг заметила у Лео свою книгу. О, моя энциклопедия! Сестра потянулась через стол, взяла книгу и, положив ее себе на колени, принялась за еду. Так сегодня в замке будут гости? Да, Грэдиш приедет с картинами и своей кошкой. Последний шанс моего упрямого кота подружиться с роднёй. Милли вдруг подняла голову, и я заметила, что ее лицо странно переменилось. Гости, ну-ну. Интересно, Влад будет с ними так же любезен, как и со своим другом Ноэ? Которого он неизвестно куда подевал, а нам говорит, будто тот уехал. Мы все удивленно обернулись к ней. В это время в залу вошел Валентин, который некогда время отсутствовал. Сестра повернулась к нему. Валентин, а скажи, кто-то выезжал с территории замка сегодня с утра или ночью? Нет, мисс. Работники приезжал, а уезжал никто. Милли блеснула глазами и добавила едким, совершенно несвойственным ей тоном. Ну вот, расскажи нам, Влад, что ты сделал с Ноэ после вашей ссоры. Влад молчал, крепко стиснув челюсти. Милли, Валентин же не может видеть все машины. У замка несколько входов, как я понял, Ноэ приехал со стороны леса. Мог так же и уехать. Валентин усиленно закивал. Да, да, я много занят. Я не видеть всех. Но сестра уже вскочила и подбежала к Владу, гневно потрясая у него перед лицом книгой. Ты его ненавидел! Это же было понятно с самого начала. А вчера совсем взъелся. Помнишь, при первой встрече я назвала тебя маньяком? Может, я не ошиблась? Да что с ней такое? Нужно приструнить ее. Милли, что ты себе позволяешь? Нельзя так необоснованно обвинять. Милли, с тобой все хорошо? Ты такая бледная? Но сестра продолжала размахивать руками, осыпая Влада обвинениями. Несколько секунд он просто смотрел, никак не реагируя, а потом поднялся. Поймал ее руки, аккуратно, но настойчиво вынул из них книгу и бросил ее на стол. А? Сестра сразу как-то обмякла, утихла и схватилась за голову. Что? Что такое? Она пошатнулась, словно не держась на ногах. Лео вскочил. Тебе плохо? Но Влад уже бережно поймал ее, обняв одной рукой и погладил по спине. Тише, все хорошо. Он осторожно усадил сестру на стул и сам присел рядом. Милли? Мы все окружили сестру. Солнышко, как ты? Милли смотрела растеряно и была готова расплакаться. Я... я не хотела все это говорить. Оно как-то само... Влад, извини. Ничего, забудь. Я задумчиво смотрела на сестру и вдруг вспомнила свои недавние вспышки гнева с Владом в подвале и с Лео в холле. У меня настроение скачет и у сестры теперь. Видимо, с этими событиями уже у всех нервы сдают. Милли, может, отведем тебя в комнату? Успокоишься, придешь в себя? Да, верно, идемте. Сестра кивнула и встала. Ее рука потянулась к энциклопедии. Но пальцы Влада ловко перехватили книгу у нее перед носом. Но почему? Это ведь моя... Конечно, твоя. Но сейчас идите. Я чуть позже ее тебе принесу. Несколько часов я и Сандра провели в комнате с Милли. Сначала успокаивали ее, потом просто заболтались. Когда сестра окончательно вернулась в норму, мы решили выйти во двор. После вчерашней грозы он был заполнен влажным холодным туманом. Ну, куда пойдем? Как там, кстати, наши лани? Мысль о животных заставила меня почувствовать укол совести. Точно, ох, со всеми разъездами они напрочь забыли. Надеюсь, кто-то заботился о Юране, иначе все может быть не очень хорошо. Идемте скорее посмотрим. Мы отправились к загону. Сандра и Милли решили по пути зайти на террасу, взять у работников бинты и антисептик. Я же, изнывая от беспокойства, поспешила вперед. Войдя на территорию вольера, я стала искать глазами ланей. И вскоре увидела их в углу у самой ограды. Но там были не только они. Возле ланей, сидя на коленках, прямо на мокрой траве хлопотала бледная, очень худенькая девушка с черными, как смоль, волосами. О, привет, я Лая, а вы? Она испуганно подскочила и попятилась к ограде. Не бойтесь, вы из персонала замка, а я тут в гостях. Девушка запомнит твое доброжелательное обращение. Она не отвечала и молча жалась к бревнам забора, а я невольно стала рассматривать ее. Такая тоненькая фигурка, почти прозрачная, лицо бледное, нездоровое. На девушке был сарафан из домотканного полотна, настолько длинный, что его полы волочились по земле. Наверное, она не говорит по-английски, сюда бы Сандру. Я посмотрела за ограду и действительно увидела приближающихся Сандру и Милли. Идите скорее, Сандра, нужна твоя помощь с переводом. Я повернулась обратно к девушке, но ее там больше не было. Ага. Посмотрев по сторонам, я заглянула в сарайчик, но и там никого не нашла. Ну, что тут? Здесь была девушка, но она куда-то подевалась. Наверное, вышла, пока я с вами говорила. Сандра задумчиво глядела под ноги. Взрослая девушка или маленькая девочка? Взрослая. Я тоже опустила взгляд. В грязи снова виднелись следы детских босых ножек, совсем свежие. Мы все трое удивленно смотрели на следы, не зная, что и думать. Эммм, бывают же люди с маленьким размером ноги? Настолько? Лая, ты точно больше никого здесь не видела? Нет. Очень странно. Детей в замке нет, а следы есть. Меня охватило беспокойство. Заметив это, Сандра коснулась моей руки. Не накручивай себя. Уверена, этому есть объяснение. Давай лучше посмотрим, что там с раной. Милли стала играть с детенышами, а мы с Сандрой занялись старшей ланью. Хмм, рана чистая, без воспалений, это хорошо. Но она и не заживает, как свежая. Сандра принялась накладывать повязку, а я, задумавшись, смотрела вдаль, за ограду. Что это все-таки была за девушка и чьи следы? Вдруг за оградой ближе к саду что-то мелькнуло. Мяу? Аккуратно сложив лапки, кошка уселась на дорожке и смотрела именно на меня, так словно ждала. Ее взгляд показался мне таким осмысленным, что я невольно засмотрелась. Подойти к ней? Да. Она какая-то необычная, мне хочется рассмотреть ее ближе. Я сказала девочкам, что скоро вернусь и вышла за ограду. Кис-кис. Эй, красавица. Мы ведь с тобой уже виделись. Хорошенькая. Кошка не приближалась, но и не убегала. Позволяй мне подойти совсем близко. Ты, похоже, ничья. У тебя есть имя? Да, конечно, она тебе сейчас скажет имя. Она потерлась о мою ногу и дала себя погладить. А давай я буду называть тебя... Фиона. Здесь я оставлю оригинальное имя. Тебе нравится, да? Ну и отлично, Фиона. Послышался шорох листвы. На дорожку выскочил на сферату и в несколько прыжков оказался возле нас. Деловой какой. Мур. Мяу. Он потянулся к кошке и Фиона благосклонно позволила себя понюхать. А ведь вы можете подружиться. Кот и кошка стали ходить кругом друг друга, явно выражая симпатию. Но тут из-за деревьев выбежал Лео. Следом за ним вышел Гредиш, держа на руках свою кошку. На сферату? Ну что это такое? Вырвался, убежал? А это еще кто? Эй, тебе нельзя с ней? Забыл каких-то кровей? Вот, есть же Гордения. Кошмар. Никак нельзя его допускать к этой кошке. Она ведь дворняжка. Они не позволят им дружить. Стоит ли мне вмешаться? Сто процентов стоит. Вступиться за на сферату. Свобода любви. Здравствуйте, мистер Гредиш. Вы уже приехали? Приветствую, мисс Лая. Да, вот только что. Ваши слова о кошках. Знаете, я с вами не согласна. Лео, разве так можно? Мы же не делим людей по цвету кожи или происхождению. Почему же позволяем себе такое в отношении питомцев? Думаю, на сферату сам имеет право выбирать себе друзей. И если ему нравится Фиона, нельзя этому мешать. Что? Фиона? При всем уважении, мисс Лая, вы ошибаетесь. Есть понятие родословной, чистоты крови. Я повернулась к Лео. Ты держишь кота из родословной? А будь он безродным дворнягой, любил бы меньше? Нет, конечно. Для меня это не важно. Тогда в чем проблема? Но как же поддержание породы, выставки? Плевать на выставки. Это ярмарки тщеславия для хозяев. Животным там одно мучение. Да. Благодаря тебе, на сферату и Фиона смогут дружить. Грэдиш недовольно скривился, но не стал больше спорить. Только сейчас я обратила внимание, что он выглядел нервным, даже напуганным. И мысли его были заняты чем-то совсем другим. Мисс Лая, мы могли бы с вами пообщаться, так сказать, тет-а-тет? Да, разумеется. Как раз в это время к нам подошли Милли и Сандра. Они остались с Лео и кошками, а мы с Грэдишем пошли дальше по саду. Вскоре мы оказались в беседке. Под старым каменным куполом было сухо и как-то по-особенному тихо. Грэдиш натянутый улыбнулся. Как ваши успехи с картинами, Мисс Лая? Такой же вопрос, как при первой встрече. Спасибо, все хорошо. Мужчина остановился и посмотрел на меня почти с раздражением. Нет, правда, все получается. Или это вежливый ответ, как принято у вас, американцев? Это правда, Мистер Грэдиш? Две картины уже очищены, я могу вам их показать? Слой краски оказался свежим. Кто-то закрасил полотна совсем недавно. Глаза Грэдиша загорелись. Да, вам не кажется это странным? Кто-то закрашивает уникальные старинные картины и дарит музею, инкогнито. Потом убивают смотрителя. Вы ведь слышали о его смерти? Даже видела. Да, Мистер Грэдиш, все это очень грустно и правда необычно. Необычно? Да это, черт подери, феерически странно. Все, что с ними творится. Нефиг было их покупать, зачем тебе они нужны были? Последние слова он выпалил, будто случайно, и тут же замолчал. Он сам о чем-то умалчивает. Мне это не нравится. Да, странно. Как и то, что вы вдруг решили продать картины Владу. Другой бы и говорить не стал после того инцидента в гостях. А вы сами приехали к нему в замок, проявили поразительное великодушие. Грэдиш испуганно икнул и невнятно промямлил. Да, мы аристократы, великодушие наша черта. Не верю ни единому слову. Здравствуйте, мисс Бернелл. Рад встрече. На дорожке у беседки показался молодой человек. Я сразу его узнала. Здравствуйте, вы ведь... Жан. Да, я оформлял продажу первых трех картин с Винсентом. Господин Грэдиш нанял меня для сегодняшней сделки. Удивительное совпадение. На самом деле нет. В Румынии совсем немного юристов, которые работают с искусством. А когда господин Грэдиш узнал, что я уже имел дело с господином Владом, его выбор стал очевидным. Да, так и было. Что ж, я пришел сообщить, что для сделки все готово. Господин Влад нас ожидает в замке. По пути к замку Грэдиш решил проверить, как дела у кошки, и отправил нас с Жаном вперед. У входа я остановилась и задумалась. Интересно, знает ли Жан, почему Грэдиш решил забыть скандал и продать картины? Я расспрошу Жана обо всем. Жан, вы давно знаете мистера Грэдиша? Грэдиш – известный коллекционер. Я слышал о нем, но дело лично имею впервые. Как вы думаете, почему он решил продать картины, которые совсем недавно купил? Жан посмотрел на меня пытливым взглядом. Мисс Лайя, мы с вами познакомились при не самых приятных обстоятельствах. Но я сразу испытала к вам симпатию. Видно, что вы человек, который в искусстве не ради денег или пафоса, а ради него самого, таких немного. Поэтому, если позволите, я дам вам совет. Не беритесь за реставрацию этих картин. Почему? Не знаю, как дела с первыми тремя полотнами, но с теми, которые у Грэдиша что-то нечисто. Нечисто? Первый реставратор, которого нанял Грэдиш, сбежал через неделю, наплевав на гонорар. Потом было еще несколько, но они тоже быстро отказались от работы. Сегодня во всей Румынии нет ни одного специалиста, который согласился бы иметь с ним дело. Я не понимаю, у них не получалось? Получалось, но один из них, мой давний знакомый, и он рассказал, все, что удавалось очистить за день, ночью возвращалось, как будто и не было восстановлено. Что? Я понимаю, звучит как сказки, но этому человеку я вполне могу верить, более того. Сразу после начала работы его начали преследовать кошмары. Он совершенно перестал спать. Ему все время снился какой-то жуткий монстр. Простите, но это и правда звучит. Лая, ну кто бы говорил, сама там перебрасывается в прошлое, реставрируя картины. И то, что там людям, которые их тоже чистят, снятся кошмары, это так звучит странно. Жан печально усмехнулся. Погодите, это еще не все. Когда я приехал договариваться с Грэдишем об этой сделке, я случайно слышал его разговор с женой. Он видит такие же кошмары. А также получает таинственные телефонные звонки с требованием немедленно вернуть картины. Вот почему он так спешит их продать. Хотя не испытывает господину Владу ни малейшей симпатии. Решать, конечно, вам, Лая, но я бы на вашем месте глубоко задумался. Я посмотрела на Жана в полном недоумении. Он не выглядит психом или шутником, кажется серьезным и искренним. Но история очень уж странная. Пойдемте внутрь. Вы, кажется, уже замерзли. Что, у меня бедро посинело. Жан открыл дверь, пропуская меня вперед, и мы вошли в кабинет Влада. Его хозяин в одиночестве стоял у окна. Услышав нас, он обернулся. Вы пришли, хорошо. А мистер Грэдиш? Он пошел проверить свою кошку, и скоро будет. Влад задумчиво поправил какие-то бумаги на столе. Жан, может быть, вы встретите его? Он ведь не знает, где мой кабинет. Да, об этом я не подумал. Хорошо. Жан вышел, и мы с Владом остались в кабинете вдвоем. Нас разделял широкий дубовый письменный стол. И мое внутреннее решение не доверять ему, не подпускать слишком близко. Почему-то именно сейчас оно показалось надуманным и бессмысленным. Как будто очень глубоко внутри я знала, что верю ему, но продолжала играть глупую, ненужную роль. Лайя, должен снова задать тебе вопрос, с которого началось наше знакомство. Ты готова стать владелицей картин? Три из них уже принадлежат тебе. И если пожелаешь, остальные тоже будут твоими. Благодарю за предложение. Я согласна стать владелицей всех картин. Еще мне картин, давайте еще. Хорошо, когда вся серия принадлежит одному человеку. И раз первые три картины мои, нет смысла отказываться от остальных. Рад, что ты согласилась. На некоторое время в кабинете воцарилось неловкое молчание, но вскоре, к счастью, пришли Грэдиш и Жан. Началось оформление. Влад выглядел напряженным и очень сосредоточенным. Он явно старался держаться от Грэдиша на максимально возможном расстоянии. Тот тоже был как на иголках. Наконец, контракт был готов, и Грэдиш, близоруко прищурившись, стал его читать. Господин Влад, здесь нигде не указано ваше имя. Потому что оно не нужно. Картины продаете вы, новым владельцем будет мисс Бёрнл. Я лишь перечислю деньги на ваш счет, без имен. В сделках по искусству это не редкость, вы ведь знаете. Часто одна из сторон желает остаться неизвестной. Грэдиш пытался улыбнуться, но вышла лишь кислая мина. Ваша фамилия является тайной, господин Влад. Так, я не поняла, ты хочешь побыстрее продать картины, или тут сидеть задавать вопросы? Нет. На выжидающий взгляд Грэдиша, Влад ответил молчанием. И тоже взглядом, таким, что тот его не выдержал и отвел глаза. Хорошо, давайте скорее подписывать. Я тоже прошла контракт и поставила свою подпись. Сделка состоялась. Жан вручил мне тубу с остальными картинами. Поздравляю. Спасибо. В моих руках теперь были картины. С одной стороны я чувствовала радость, а с другой не могла отделаться от странного беспокойства. После сделки мы вышли во двор провожать гостей. Грэдиш заметно переменился, будто вдохнул с облегчением, повеселел. Влад же наоборот стал мрачнее, в его жестах засквозило что-то резкое, тревожное. Даже странное, что я раньше не слышал об этом замке. Вы давно здесь живете? Гость, заложив руки за спину, с благодушной улыбкой осматривал уходящие ввысь каменные стены. Нет. Было слишком очевидно, что Влад не расположен к беседе. Но у Грэдиша явно проснулось неуемное желание поговорить, так что он повернулся ко мне. Во владении моей семьи тоже были замки. Помните, Меслая, я говорил о своем знаменитом роде? Это ведь не просто аристократия. Грэдиши были приближенными к правящей семье господарей. Их верными советниками и соратниками они направляли и не раз выручали их в беде. Влад резко шагнул к нам. В его взгляде отчетливо проступила угроза. Он процедил сквозь плотно сжатые челюсти. Прошу извинить, мистер Грэдиш, но я должен заняться другими делами. А потому прощаюсь с вами прямо сейчас. Думаю, вы сами разберетесь, как покинуть мой замок. Да, да, мы сами. В глаза Грэдиша вернулся испуг. Он попятился к Жану и спрятался за его спину. Влад повернулся ко мне. Лая, тебя я тоже прошу уйти. Думаю, сейчас подходящее время заняться новыми картинами, изучить их. Что-то в его взгляде говорила. Если я не соглашусь, будет плохо. Не мне, а ему. Я вспомнила происшествие на приеме и, вздрогнув, кивнула. Хорошо. Прощайте, мистер Грэдиш. Жан, счастливого пути. Когда мы с Владом вошли в замок, он повернулся ко мне и коротко бросил. Спасибо. Извини. Тут же развернулся и ушел, а я отправилась в свою комнату. Я достала из тубы одну из картин, привезенных Грэдишем, и стала изучать слой краски на ней. Такой же, достаточно свежий. Что ж, попробуем его удалить. Примерно через полчаса работы мне открылся небольшой фрагмент полотна. Это был палец, мизинец. Тонкий, изящный, женский. Засмотревшись на него, я почувствовала, как переношусь. Ночной сад окутывал мягкой тьмой, готовый принять свои объятия. Ноздрище катал прохладный, свежий воздух, запах свободы. Лалия вдохнула его полной грудью. Рядом стояли друзья, Аслан и Влад. Два человека, которые только что, чуть не отдали своей жизни, чтобы спасти ее. Ох, девушка почувствовала, что от нахлынувших эмоций ноги ее подкашиваются, и она вот-вот упадет. Но в последний момент ее поймала рука Влада. Лалия. Девушка удержалась за него, а Влад обхватил ее руками и крепко, порывисто прижал к себе. Она ясно почувствовала каждую струнку его напряженного тела и заглянула в сверкающие лунными бликами глаза. Пожалуй, впервые за время их знакомства она видела Влада таким эмоциональным, открытым. В его взгляде, обычно прохладном, чуточку отстраненном, теперь читалось так много переживаний и боль за то, что ей пришлось пережить, и радость от того, что теперь она в безопасности, в его объятиях, на его груди. Ладошки Лалия скользнули по его шее, обвивая ее, коснулись прохладной нежной кожи и чуть жестковатых волос, а он все крепче сжимал ее талию и плечи, так, будто не хотел отпускать больше никогда. Лалия. Несколько минут они стояли, обнявшись, ощущая себя не двумя людьми, а единым целым, напряженным клубком горячих, цепляющихся друг за друга рук и оголенных эмоций. Аслан все это время стоял чуть в стороне, тихо и с пониманием, глядя на друзей. Наконец Лалия почувствовала, что силы к ней возвращаются. Идемте в домик в саду, я хочу туда. Комнату в заброшенном домике в саду освещало лишь дрожащее пламя двух маленьких ламп. Хозяева давно покинули это место, но все вещи сохранились нетронутыми, мебель, подушки, покрывала. Лалия нравилась эта комната, и всякий раз, когда она здесь бывала, старалась поддерживать чистоту и уют. Теперь девушка сидела, поджав ноги, на широкой кровати. Ее друзья стояли рядом, а вокруг них весело прыгала звездочка. Ты так радуешься, что я здесь, если бы ты знала, что меня сюда привело. Но сегодня я на всю ночь останусь с тобой. Будешь меня охранять? Собака завиляла хвостом и улеглась возле хозяйки с самой счастливой мордой. Хочешь ночевать здесь, уверена? Да. Не знаю, насколько Шахихатун участвовала во всем этом, но видеть ее сейчас я не вынесу. Мне не нравится идея. Одна, ночью, пустой заброшенный дом. Мы тоже останемся. Ты ложись здесь, мы пойдем на улицу следить. Ей вдруг захотелось, чтобы они остались с ней в комнате. Тут всего одна кровать, но мы поместимся. Так мне было бы намного спокойнее, хотя это против приличий. Влад Аслан. Ой, мне уже мурашки пошли. Останьтесь здесь со мной. После всего, что было сегодня, думать о приличиях – последнее дело. Ложитесь тут. Я не хочу и не могу вас сейчас отпустить, ведь вы единственные. Голос девушки дробнул, глаза стали влажными. Кому до меня на самом деле есть дело? Видя ее состояние, они не стали спорить. Хорошо, Лали. Мы останемся. Она подвинулась к центру кровати, а друзья легли по обе стороны от нее. Заметив, что тело девушки бьет мелкий озноб, Аслан бережно укрыл ее покрывалом. Влад поправил его с другой стороны, прикрывая ее дрожащие плечи. Некоторое время они лежали молча, прислушиваясь к стрекоту сверчков за окном. Лунный свет сочился в окно, протягивая таинственные тени по стенам. Из сада доносилось жалобное уханье ночной птицы. Юноши смотрели в полумраке на свою подругу, а она в потолок. Перед ее глазами мелькали картинки недавних событий, лицо Мехмеда, его крики, ее страх. По щекам Лале потекли беззвучные слезы. Она нащупала ладони друзей и крепко сжала их под покрывалом. Горячая рука Аслана, холодная рука Влада и спрятанные в них дрожащие ладошки Лале. Слезы продолжали бесшумно литься, понемногу освобождая сердце от обиды и боли. И теперь она могла чувствовать тепло двух родных сердец, которые бились так близко от нее. Как хорошо, что они здесь. Какое чудо, что они вообще у меня есть. Аслан, Влад, вы... Вы мои самые близкие люди. Юноши, не сговариваясь, придвинулись ближе к ней и укрыли ее своими руками. Одновременно нежные и крепкие объятия, согревающие тело, успокаивающие душу. Не бойся, Лале. Мы будем рядом. Темная комната в заброшенном доме и три юных сердца. Такие одинокие, каждая по отдельности, но нашедшие поддержку друг в друге. Звездочка прыгнула на кровать и улеглась поперек на всех троих друзей. Они таки уснули вместе, в обнимку на одной кровати. Это можно бесконечно повторять, читать и каждый раз это будет трогать просто до глубины души. Сцена просто потрясающая. И это действительно правда, то, что сказала Лале, какое счастье иметь близких людей рядом. Не раз среди ночи Лале вскрикивала и просыпалась от страшного сна. Но каждый раз ее успокаивали нежным касанием руки Аслана или Влада. Ночь прошла. С первыми лучами солнца друзья покинули Лале, чтобы успеть на утренний смотр. Она же осталась во дворе домика, чтобы привести мысли в порядок и подумать, как быть дальше. Но вот на дорожке, ведущей к домику, послышались чьи-то голоса и шаги. Лале поспешно завела гончую внутрь, приказав ей сидеть тихо. А сама спряталась за одним из выступов дома, так, чтобы видеть и слышать нежданных гостей. Вошедших было двое, и при виде их, девушка чуть было не вскрикнула от удивления. Зачем это доехать он? Зачем мы пришли? Тебе нужно попрощаться с домиком твоей матери перед отъездом. Лицо Мехмеда поразительно изменилось со вчерашнего дня. Ни следа былой заносчивости, только пустошение и печаль. Странно, я почти не помню ее лица, только теплые руки и голос. Она тебя любила больше жизни, все готова была за тебя отдать и отдала. Что тогда случилось, наставница? Почему меня все так возненавидели? Ведь я был просто ребенком. Ах, если бы я могла рассказать, но ты ни в чем не виноват. И она не виновата, да никто. Так распорядилась судьба. Мехмед жал кулаки. Я знаю, кто виноват. Он. Султан Мурат. Такой прекрасный, мудрый и добрый правитель. Да, со всеми, кроме меня. Четвертый сын от безродной рабыни. Кому он нужен, когда есть три других от женщин благородных кровей? Он их любил, готовил в приемнике. А меня сослали в дыру, забыли. Даже образование не дали. Всем было плевать. Султан Мурат отослал тебя не потому, что не любил, а из чувства вины. Слишком ты ему напоминал об его ошибке. Ошибка его, а расплачиваться мне? Мудро, ничего не скажешь. Как отец может что-то требовать от меня сейчас? Когда сам не дал мне ничего, кроме своего презрения. Мехмед опустил голову и какое-то время молчал. Потом резко вздернул подбородок. Я обязательно вернусь. И это будет триумфальное возвращение. Потомки будут говорить обо мне, как о великом султане. И это будет не его, а только моя заслуга. Я не знала о детстве Мехмеда. То, что он говорит, что это будет его заслуга, если он действительно станет великим султаном. Это сто процентов. Это всегда только наша заслуга, когда мы чего-то добиваемся. Потому что без наших личных, собственных сил, каких-то наставлений, убеждений, силы воли, ничего не получится. Как нас не учи и не наставляй. Но на данный момент, вот то, что произошло с Лалле накануне, для меня лично это пока не оправдывает. Мехмед, будем за тобой наблюдать. Не все люди со сложным детством вырастают такими озлобленными. Ох, мальчик мой, да услышит тебя Всевышний. Ну пойдем, нам пора в путь. Мехмед и его наставница ушли, а Лалле, побыв еще некоторое время в домике, все-таки решила идти во дворец. Но в своей комнате она успела лишь переодеться. Тут же явился слуга и сообщил, что султан Мурат ждет ее у себя. Когда девушка вошла в покой своего дяди, его там не было, зато были ее друзья. Влад, Аслан, а вы что здесь делаете? Нас позвали. Видимо, султан хочет говорить со всеми троими. Шторы раздвинулись, и в зале появился Мурат Второй. Приветствую вас, дети. Хотя вчерашние события всем показали, что вы уже не дети. Падишах посмотрел на племянницу с любовью и грустью. Прежде всего, позволь извиниться перед тобой, моя девочка. Ну что вы, Падишах, вам не за что. Поверь мне, есть за что. Султан повернулся к Аслану и Владу. А вам, молодые люди. Моя благодарность и восхищение. Аслан, я знаю, вы хотели поступить в особую гвардию султана, вы уже в ней. Если в первый месяц и покажете себя хорошо, станете старшим отряда. Блад, Блад, Аслан, ты понял? Благодарю, Падишах. Влад? Султан глядел на него почти по-отечески. Но Лалли уловила в этом взоре нечто еще, что заставило ее сердце биться в тревожном предчувствии. Вы с самого начала выделялись из всех юных принцев, которых сюда привозят. У вас есть то, что делает лучших правителей. Ярость, внутренняя сила, незаурядный ум, а главное отчаянная смелость. Вашему отцу очень повезло с таким сыном. Вы станете его достойным преемником. Именно такой господарь нужен Валахе в эти сложные времена. Преемником? Отец еще молод, и у меня есть старший брат. Султан вдруг положил руки на плечи Влада. Увы, мой мальчик, больше нет. Ваш отец и брат погибли. Их предали валашские бояре, точнее их лидер Гредиш. Мурат Второй еще что-то говорил, но Лале уже не слышала его. Бешеный стук собственного сердца заглушил все звуки вокруг. Она неотрывно смотрела на бледное как полотно лицо Влада. Видела, как яростно он скинул со своих плеч руку Султана, гневно крича ему что-то в лицо, и как через мгновение выбежал из зала. Аслан, там его тоже нет. Куда он мог деться? Друзья всюду искали Влада, но он как сквозь землю провалился. Я посмотрю у озера. А я в восточной части сада. Лале редко бывала на этой удаленной, почти дикой территории. Она обошла все тропинки и уже собиралась уходить, как вдруг увидела в кустах метнувшуюся тень. «Влад, постой!» Девушка бросилась за ним, сквозь кусты, царапая руки и обдирая подол платья. Сад быстро закончился, сменившись пустырем. Влад замедлил шаг и повернул туда. Она помчалась следом. Сначала Лале не поняла, где оказалась. Ее друг исчез в дымке тумана и она теперь стояла одна между каких-то странных конструкций. Это было место казни. Вокруг возвышались скалы, на которых были посажены люди. Застывшие в неестественных позах неживые тела, перекушенные лица, жужжание мух и ни с чем не сравнимый запах, запах смерти. Лале почувствовала тяжелую тошноту, затылок пронзила резкая боль. Ох, что же делать? Идти за Владом. Я не могу его оставить там одного. Собрав всю силу воли в кулак, девушка ступила на пустырь. Шаг второй, третий. колы стояли очень близко друг к другу. Пробираясь между ними, она вдруг почувствовала на своей коже касание. Чужой, мертвые руки. Ужас. Ой. Взгляд ее упал на лицо покойника, и она узнала его. Это был немолодой уже человек из тех пленных, что они с Владом видели у конюшни. Те люди еще вчера они были живыми, а сегодня уже нет. И тут что-то произошло. В глазах Лале потемнело, потом она увидела лица солдат, пустые колы, вспышка. И вот перед ней колы уже с людьми, которые корчатся на них в муках. грудь Лале пронзила молнией ужаса и боли. Она вдруг поняла, что видит момент смерти этого человека его глазами. И чувствует то, что чувствовал он. Не в силах выдержать эту волну, девушка отшатнулась и коснулась спиной другого трупа. Перед глазами замелькали новые картинки уже того, что видел перед смертью он. Это было невыносимо. Грудь раздирала изнутри чужой болью, но Лале продолжала идти. Там Влад один на один со своим горем. Я нужна ему. То и дело ее почти сбивало с ног новой волной видений. Однако пути назад для нее не существовало. Наконец шеренги колов стали редеть и она увидела Влада. Он сидел на земле в пыли, согнутая спина, опущенное лицо. Влад! Почти теряя силы, она бросилась к другу и упала на землю перед ним. Обняла за шею, стала гладить его лицо и плечи, но он не двигался и сидел будто неживой, поглощенный беспросветным мраком. Время остановилось, она не знала, прошли минуты или часы, и вдруг Влад заговорил глухим, хриплым голосом. Это моя вина. Нет, при чем тут ты? В Аллахе идет постоянная борьба за влияние между османами и венграми. Силы венгров сейчас значительно превосходят. Отец мог пойти на их условия и спасти свою жизнь, но тогда османы казнили бы двух его сыновей, которых держат в заложниках, меня и Раду. Он выбрал наши жизни, но заплатил за них головами, своей и моего старшего брата. Султан Мурат проявляет сочувствие ко мне, но их кровь и на его руках. Влад, мне так жаль. Мой ужас какой. Грэдиш. наш друг семьи, мой крестный, Грэдиш. Влад яростно ударил кулаком в землю, подняв облако пыли. В его глазах горела лютая ненависть. Я отомщу за них, всем им, боярам, османам. Стану их самым страшным кошмаром. Я должна поддержать его. Какие же слова подобрать? Влад, я думаю, нужно не рушить, а создавать в память о близких. Месть не восстанавливает справедливость, лишь уничтожает того, кто ее одержим. Подумай, чего бы больше всего хотели твой отец и брат, чтобы ты стал достойным правителем своей страны, привел ее к освобождению и процветанию. Делать это в память о них, вот самый верный путь. Но это потом, а сейчас тебе можно и нужно горевать, а я буду рядом столько, сколько потребуется. Влад долго смотрел в одну точку, потом заговорил совсем тихо. Я любил своего крестного, мы часто бывали у него в гостях, он всегда баловал нас с братом. Лаля крепко обняла друга. Вспышка, перед ее глазами снова замелькали картинки, и она ясно увидела то, что когда-то видел Влад. Просторное зало, каменные стены, праздничное настроение. Пойдем, Влад, крестный зовет. Рука старшего брата хватает руку младшего и ведет за собой. У него там пирожные, такие, как ест французский король. А вот и мои зорники, Мирча, Влад, идите сюда. Ну, какие из них на вас смотрят? Можно мне вон ту, белая? Конечно, тебе и Владу. Мальчику протягивают нечто невообразимо прекрасное, волшебное, настоящее пирожное, как у французского короля. Ешьте, мои милые, от сладкого у деток зоркие глазки. Видение закружилось мутной дымкой, снова вспышка, и Лаллия вернулась. Теперь она почувствовала в своей груди новые ощущения, теплый, ясный, распирающий свет, а потом увидела глаза Влада. В глубине их тьмы мелькнул крошечный светлый огонек. Спасибо, Лалле. Я не знаю, как ты это делаешь, но твой свет озаряет даже самый кромешный мрак. Я очнулась и принялась судорожно осмысливать то, что видела в прошлом. Гредиш предатель крестный Влада из прошлого Гредиш, а в настоящем другой Влад так похожий на того юного пылает ненавистью к современному Гредишу. Нет, это уж точно не совпадение. Те же лица, имена, только с разницей в шесть веков. Мое сердце бешено колотилось, лицо горело. До сих пор я пыталась себя убеждать, что провалы в прошлое нечто странное, но не имеющее отношения к реальности. Они были настолько необъяснимы, что мой мозг отчаянно противился воспринимать их всерьез. Но теперь я не могла просто отгородиться. Влад, Аслан, Лале в прошлом, Лео, Влад и я сейчас. Не только лица, мы те же. Ох, еще немного я поверю в перерождение душ. Но даже если так, почему Влад из настоящего злится на Гредиша? Он помнит свою прошлую жизнь? Мне было слишком сложно принять такую мысль. А что если это просто старая семейная вражда? Гредиш потомок древнего румынского рода, Влад тоже. Возможно он знает, что Гредиши когда-то погубили его предков, поэтому так реагирует. Это объяснение показалось куда более логичным, но следом пришло новое сознание. Влад из прошлого это ведь юный Дракула. И если он правда предок современного Влада, выходит я живу в замке Дракулы? Я который раз поражаюсь, ты прям мисс очевидность, но хорошо, что до нее дошло, в любом случае, лучше поздно, чем никогда. Эта догадка ошарашила меня своей очевидностью. Ну конечно, замок построен в 15 веке и расположен у холодного леса, где, как я читала, находится гробница Дракулы. Неудивительно, что хозяин замка не афиширует свою фамилию. Ох, переполняемые эмоциями, я не могла больше сидеть на месте. Нужно найти Влада, хочу прямо спросить его обо всем. Я бежала по коридору, а внутри меня все еще отзывалось то, что я видела в прошлом. Боль юного Влада, отчаяние из-за предательства его семьи, в голове мелькнула мысль. Хорошо, что Грэдиш уехал. У двери лиловой гостиной я заметила Валентина. Валентин, помоги мне найти твоего хозяина, знаешь, где он сейчас? Господин Влад нет в замке, он бежал в лес за мистер Грэдиш. Что? Грэдиш ведь давно уехал. Вернулся, блуждал, туман, дорога нет, ехал обратно. Но почему они в лесу? На террасу пришла черная кошка, кошка мистера Грэдиша бежала с ней в лес. Он идет искать, господин Влад за ними. Не говоря больше ни слова, я бросилась бежать. Выглянув через ворота террасы, я осторожно всмотрелась в ночной лес. Было тихо, туманно и холодно. Где же они? Вдруг где-то недалеко в чаще раздался истошный крик, кричал мужчина. Слышались из страны подвывания, иногда рычания. О, нет! То чувство, ощущение боли Влада из прошлого с такой силой вспыхнуло в моей груди, что я застонала. Оно вдруг перекрыло все, доводы разума и мои страхи. Я побежала на крик. Не находя дороги, петляла по кустам, пыталась двигаться в сторону голоса. Но вот крик стал стихать, сменился с тонами, а потом и вовсе умолк. Нет! Влад! Где вы? В кустах слышалось шуршание, какая-то возня, глухие возгласы. Наконец я выбежала на небольшую поляну и увидела. Гредиш неподвижно лежал на земле лицом вниз. Вокруг него в лунном свете расплывалось пятно крови. А рядом стоял Влад. Лая! А? Еще мгновение и я в панике бросилась в обратную сторону. Ветки хлистали меня по плечам, слезы ужаса застилали глаза. Я не понимала куда бегу и вдруг кто-то резко шагнул прямо на меня из чащи. Глаза мужчины горели безумным огнем. Мое сердце провалилось и не вернулось на место. Лая! Я обернулась на крик. В следующую секунду руки Лео схватили меня и дернули в сторону. Мы оба упали. Лежа щекой на траве я увидела как меха исчезает в зарослях. Ой боже какая же сложная серия. Можно очень много слов говорить про данную серию но я скажу одним лаконичным словом. Она сильная во всех смыслах. Безумно эмоциональная душесчипательная вот и как мы видим очень многих людей она смогла затронуть разные частички их души. Да это просто потрясающе. Влад раскрылся просто невероятно. Но я также жду в будущем раскрытие и Лео и Сандры. Я уверена что мы просто обалдеем от всей истории дальнейшим. А что касается смерти Гредиша я почему-то уверена что Влад здесь ни при чем. Это та же ситуация как была с Шипами Рос когда он ее хотел освободить. А здесь возможно он не успел. Но это было бы очень странно если бы Влад стал действительно убийцей. Хотя я бы его поняла. Но вот честно он все-таки необычный человек. В нем есть какие-то темные вещи которые ему сложноватенько мягко скажем контролировать. И вот этот триггер который вот эта фраза у деток зоркие глазки от сладкого могло просто ему снести крышу. Хотя он держался до последнего. Но в общем Влада я верю что он сдержался и что это не он убил Грэдиша. Ну а как это было на самом деле мы узнаем уже в следующей серии. Друзья плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока пока. Субтитры